На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Традиционное оперативное совещание с руководителями служб и предприятий муниципалитета провел глава округа Алексей Спаский. Начинается фактически завтра ноябрь два месяца. Это значит, что все программы, все дела, все ремонты нужно подводить к концу. В Московской области продолжается акция «Доброе дело». На протяжении уже полугода приходим сюда, получаем гуманитарную помощь. Сотрудники вневедомственной охраны Национальной гвардии Российской Федерации отметили 70 лет со дня создания службы. Главный функционал нашего подразделения это ощущение охраны объектов юридических лиц, а также мест постоянного хранения личного имущества граждан. Глава Ленинского городского округа провел традиционное оперативное совещание с руководителями служб и предприятий муниципалитета, которые доложили Алексею Спасскому о ситуации и происшествиях минувшей недели. Подробнее в репортаже Юлий Пагасян. Началось еженедельное оперативное совещание с торжественной ноты. Начальник ОМВД России по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин передал главе муниципалитета Алексею Спасскому благодарность от руководителя главного управления МВД России. За активное взаимодействие с правоохранительными органами по предупреждению раскрытия преступлений и личный вклад в укрепление правопорядка на территории Ленинского городского округа. С уважением начальник главного управления МВД России по Московскому, генерал-орейтенант полиции Эктор Кузьмич Пауков. Далее руководители всех подразделений, предприятий и управляющих компаний отчитались о проделанной работе. Каких-либо серьезных происшествий за истекшую неделю в округе не произошло. Первый снег не стал неожиданностью. Профильные службы незамедлительно приступили к уборке территорий. Наблюдается снижение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Продолжается прививочная кампания и диспансеризация. По ремонту открыли на прошлой неделе детское отделение в поселке Волгарского после ремонта. И фарма до 6, 30 садов. У нас все оформлены по признанному предбуку МВД России. Управлением образования идет активная работа по поддержке детей семи мобилизованных. Тему помощи военнослужащим затронул и председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко. Мы закрепили за всеми депутатами сильный путь территориальности. Будем, соответственно, работать в взаимодействии с этим центром. Итоги по 10 месяцам. У нас показатель по Совету депутатов хороший по округу. Второе место из 60. Все это благодаря нашей слаженной совместной работе и с территориальными отделами. Я особо хочу выделить отделы в 6-м районе Корки-Ленинске, Булатниковске и Расторгуру. В завершении оперативного совещания Алексей Спаский обозначил перед присутствующими задачей не только на текущую неделю, а до конца года. Начинается фактически завтра. Ноябрь два месяца. Это значит, что все программы, все дела, все ремонты нужно подводить к концу, подбивать, отсчитываться, чтобы с чистой совестью встречать новогодние праздники. Еще одна из главных тем этой недели – подготовка и празднование Дня народного единства. В Ленинском округе запланировано около 40 тематических мероприятий. Юлия Погосян, Александр Логинов и Госудовская. Видно этого. В Московской области продолжается акция «Доброе дело», в рамках которой жители могут оказать помощь беженцам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Ленинском городском округе пункт сбора гуманитарной помощи работает в кинотеатре «Искра». По вторникам и субботам с 13 до 18 часов здесь принимают продукты питания, бытовую химию и другие необходимые вещи. Самое ценное в настоящий момент – теплая одежда. Сейчас она востребована, так как надвигается зима, наступает холода, и люди, приехавшие из немного другой климатической зоны, конечно, испытывают некий дискомфорт. Поэтому мы принимаем одежду сейчас для взрослого населения – осенне-зимнюю, демисезонную. Это и обувь, и верхняя одежда, брюки, свитера, шарфы, шапки, все что угодно. Распределять вещи и организовывать работу пункта сбора помогают волонтеры Подмосковья. Это молодые люди, принимающие активное участие в общественной жизни округа. В 22-м году весной собралась крутая команда добровольцев, с которыми мы каждое мероприятие проводим вместе. Мы помогаем нашему городскому округу, администрации, просто людям, которые нуждаются в нас в всяких мероприятиях, в организации. Также это сбор гуманитарной помощи. Приехавшая из Краматорска Алена Митасова узнала из социальных сетей, что беженцам оказывается помощь, и обратилась к организаторам акции. Мы заполнили анкету и нас пригласили сюда. То есть мы на протяжении уже полугода приходим сюда, получаем гуманитарную помощь, вещи и все для ребенка. Также с 8 ноября здесь же начнет работу пункт сбора помощи мобилизованным гражданам из нашего муниципалитета. Он будет работать по графику вторник-четверг с 17 до 19.00. Помощь будет направлена нашим мобилизованным военнослужащим для их поддержки. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд, направленный на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Массовая проверка на дорогах проходила в поселке Развилка. Более 75 водителей в ходе рейда остановили инспектора ДПС и провели разъяснительную работу. Сотрудники ГАИ проинформировали граждан о недопустимости вождения автомобиля в состоянии опьянения и вручили тематические листовки. Нарушителей за это время выявлено не было. В конце октября сотрудники вневедомственной охраны Национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Нынешний год юбилейный. 70 лет назад решением Совета министров СССР на милицию была возложена функция охраны различных объектов. При ней и была организована новая служба. Как сегодня работают сотрудники вневедомственной охраны в нашем сюжете. Как вы видите за стеклом. У нас находится наш дежурный ЦОУ Центра оперативного управления, который осуществляет непосредственно управление самими нарядами. Посредством радиосвязи, телефонной связи. Экскурсию для съемочной группы по пункту постоянной дислокации Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии провел старший лейтенант полиции Владимир Денисов. Кабинеты, оружейная комната, есть здесь даже спортзал. Каждую пятницу сотрудники свободной от службы собираются здесь, отрабатывают боевые приемы, различные ситуации при изменении оперативной обстановки. Либо там проверка документов, все что-то, отработки мерой безопасности, ну и так далее. Общее количество сотрудников в Ленинском отделении вневедомственной охраны порядка 80 человек. В этих кабинетах находится лишь малая их часть. Основная работа идет за пределами этих стен. Главный функционал нашего подразделения – это осуществление охраны объектов юридических лиц, а также мест постоянного хранения личного имущества граждан. На договорной основе. С вызовом экипажа полиции и Росгвардии. Всего в Ленинском городском округе патрулируют пять экипажей. Работы у ребят хватает. Под охраной находятся более полутора тысяч гражданских объектов. Коттеджи, дачи, квартиры, гаражи и даже личный автотранспорт. И 380 юридических. Экипировка, как говорится, на все случаи жизни. Пистолет-пулемет 2000, пистолет Макарова 9-мм ПМ, средства сковывания движения наручники, палка специальная, фонарик для осмотра территории в темное время суток и жилет противопульный, корабль его. Особо стоит отметить охрану различных федеральных объектов, в том числе и культурных. Например, несколько офицеров следят за порядком в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Стоит ли говорить, что на них лежит огромная ответственность? Многие экспонаты представляют большую ценность. Сама задача самих сотрудников – это в первую очередь сохранность веренного им имущества. В их основные задачи ходят – это осуществление контрольно-пропускного режима, внутриобъектового, также пресечение преступлений и административных правонарушений. В службе чтут традиции, сложившиеся за 70 лет существования вневедомственной охраны, такие как взаимовыручка, верность долгу, готовность в любую минуту дать отпор злоумышленникам. Атмосфера у нас хорошая, постоянно мы проводим специальные психологические опросы, коллектив у нас слаженный, конфликтов ситуации не возникает. И днем и ночью коллектив Ленинского отделения вневедомственной охраны Росгвардии стоит на страже спокойствия граждан. С юбилеем! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксей встретился с учащимися 10-х классов ВИДНовского художественно-технического лицея. Мероприятие было организовано в рамках просветительского проекта «Диалог со священником». Тему продолжим в нашем сюжете. С начала учебного года в школах Ленинского городского округа проходят встречи со священнослужителями, на которых обсуждаются различные жизненные вопросы. Целевая аудитория этого проекта – это старшеклассники, это 10-й класс, 10-й, 11-й класс. Потому что вопросы уже такие более сложные затрагиваются в этом проекте, обсуждаются темы такие на более глубоком, серьезном уровне. Очередную встречу в рамках просветительского проекта «Диалог со священником» провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксей. Старшеклассники ВИДНовского художественно-технического лицея узнали о христианском понимании свободы человека и о роли нравственного внутреннего закона в жизни людей. Свобода человека – это, наверное, самое главное право человека в жизни. Потому что, руководствуясь этим правой, мы реализуем, наверное, какие-то свои потребности и развиваемся, движемся вперед. В ходе беседы ребята активно задавали вопросы. Десятиклассница Дарья Родителева поинтересовалась у владыки, что для него значит само понятие свобода. В такой встрече я узнала от нашего классного руководителя. Она рассказала всем нам. Решила я прийти сюда, потому что думаю, что мне будет достаточно интересно узнать о мнении других людей, более, скажем так, старших, важных для нашей земли, о том, что такое свобода, и поговорить вообще на эту тему. Многие лицеисты признавались, что впервые посещают подобные мероприятия. Мне будет интересно послушать лекции, узнать что-то новое для себя. Что такое истинная свобода, как распознать ее границы в современном мире, и возможно ли обрести уверенность благодаря знаниям. Эти и другие вопросы учащиеся смогли обсудить с архиепископом в рамках встречи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok